Ручной трамбовщик, которым уплотняют землю вокруг котлована, это единственный шум отстройки коллектора Волжского склона. Проходит она на глубине 14 метров. Это возможно благодаря особой технологии микротоннелирования, которая в Самаре применяется впервые. Она позволяет за сутки прокладывать 10 метров трубы быстро и качественно, не создавая неудобств горожанам. Это сокращает сроки работы намного в связи с тем, что отсутствует большое количество земляных работ. И кроме того, мы идем в плотно застроенном квартале. Вот это все просеки фактически. Поэтому очень удобная и быстрая технология. Дублер самарскому коллектору необходим. Трубы, по которым сточные воды текут сейчас, начали прокладывать еще в начале прошлого века. Канад деньги владельцы Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакана. В сегодняшних реалиях густонаселенного мегаполиса старый коллектор моральный технологически устарел. Новая линия канализации соединит между собой коллекторы на улицах Советской армии и Соколова. Участок имеет колоссальное значение. Объект действительно уникальный по сложности и по техническим характеристикам. Не только решает задачи по мощностям самого стадиона и территории вокруг него, но и также помогает всему нашему городу разгрузить вот этот сложный участок. Работы по строительству коллектора идут по плану. Сейчас дублер готов почти наполовину, а закончить работы должны в 2017 году. Именно эти трубы из стеклопластика диаметром 1 метр и будут составлять основу коллектора. Главное преимущество перед трубами бетонными это пониженное поверхностное сопротивление, что увеличит пропускную способность и уменьшит риск возникновения заторов. Гарантия этой трубы 50 лет. Это одна из самых передовых технологий. Она использовалась при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.